Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. На этот шаг Путин пошел сразу после президентских выборов в Украине, когда стало ясно, что новым лидером страны станет комик. Очевидно, что это новое испытание на прочность нового украинского президента точно так же, как мгновенный шантаж о прекращении продажи топлива в Украину. Что сказать, Зеленский не справляется, и если с шантажом о прекращении поставок топлива ему повезло, так как грязную российскую нефть теперь не хочет покупать никто и пока не ясно, насколько долго продержится эмбарго, то насчет паспортов никаких адекватных заявлений не последовало, чувак так и продолжил свои турецкие каникулы. Пока наш новоизбранный парит кости на берегах Бодрума, попробуем разобраться, что означает получение российских паспортов жителями оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Итак, первое очевидное, что Россия продолжает ползучую оккупацию. Выдача паспортов давно входила в планы Кремля и останавливала его, видимо, только жесткая санкционная политика Запада. Теперь, почувствовав слабину в отношениях между ЕС США и Украиной, Россия сделала свой ход и ожидает встречную реакцию, которая пока откровенно слаба. Второе. Раздача паспортов – это ватный бонус для народонаселения Донбасса, которая все еще жаждет воссоединения с Россиюшкой и мечтает о возврате в СССР. Получение паспорта Запоребрика для них своего рода признание, что все произошедшее было не зря. В-третьих. Это чисто тактический ход, ведь, по правде говоря, раздача паспортов – самый простой способ подсчета и учета людей. Получил какой-то террорист русский паспорт, и вот у Кремля появился на него инструмент влияния. Ведь теперь он, как ни крути, гражданин РФ и подчиняется законам Залесье. А все мы знаем, кому подчиняются законы РФИ. Впрочем, Путин пошел даже дальше и предложил упростить выдачу российских паспортов всем жителям Украины. В ответ на это мы даже увидели ответ Зеленского в Фейсбуке, что русский паспорт – это не счастье, а кабала. Тут нужно отметить, что заявление о паспортах РФ для всех украинцев – это четко направленные действия против нового президента Украины. Способ ослабить его позиции, который пока пляшет между двумя лагерями внутри страны. С одной стороны он делает заявление в духе Майдана, а с другой все еще пытается поддержать Реноме нового лица, которое сможет воплотить чаяние своего электората про доллар по 8, колбасу по 2.20 и газ за бесценок. Вторая категория – это как раз и есть падкие до халявы избирателей, которые и паспорт чужой страны возьмут, если на шару. Путин таким образом намекает, что если упования на Зеленского не сработают, всегда есть запасной аэродром для тех, кто хочет в новый СССР и предлагает себя в качестве родителя за народное благо. Да, разумеется, это пока только звоночки. Путин щупает почву и начинает готовить себе задел в разговоре с Володькой, когда он вступит в должность. Пункты выдачи паспортов для оккупированной части Луганской и Донецкой областей пока работают в тестовом режиме в Ростове и пока наплыва желающих получить ксиву за поребрика не так много. Иначе Соловьев бы уже вовсю щебетал о том, что все ЛДНР хочет получить российское гражданство. Но тем не менее это тревожно в контексте откровенно слабой ответной реакции. Пока все это играет на руку нашим врагам. Путин видит, что Зеленский, несмотря на всю его комичность и тарифную риторику в избирательной кампании, очень зависим от общественного мнения, которое даже несмотря на электоральный диссонанс не в пользу адекватности, не даст ему делать что заблагорассудится. Поэтому Путин проводит характерные для себя действия, ориентируясь с предложениями паспортов на ту часть голосовавших за ЗЕ, которые хотят скорого окончания войны, пусть и с потерей Крыма и Донбасса, а также желающих шаровой жизни. Те же, которые каким-то образом увидели в ЗЕ новое лицо украинской политики, но хотят сохранить проевропейский вектор, это не ориентир Путина. Таким образом, Россия снова работает на раскол Украины, теперь уже в контексте новых избирательных реалий, стараясь привлечь на свою сторону тарифный электорат.